С 2018 года проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ядрин, Канаш, АллатРь, Марпасад. В разные годы эти города стали победителями. Продолжить этот список может и Шумерля. Работа в этом плане уже началась. Прошло первое заседание рабочей группы. Это уже третья попытка города воспользоваться федеральной и республиканской поддержкой. Первые были в 2018 и в 2019 годах. Тогда представленный на конкурс проект благоустройства городского парка и прилегающих к нему улиц стоимостью 100 миллионов рублей успехом не увенчался. В этот раз городские власти нацелены на победу. Участвовать в конкурсе нужно, необходимо. У Чувашской республики все основания и авторитет в Министерстве строительства Российской Федерации имеются. Заявки от Чувашской республики ждут. На следующий год заявок пока на текущий момент не планировалось. Город Шумерли – первая заявка, первая ласточка, которая может участвовать в этом конкурсе. У города есть все шансы, считает Этнер Егоров. Главное – правильно выстроить алгоритм действий с соблюдением всех обязательных процедур. Первое, что необходимо выполнить – выбрать общественную территорию. Это право остается за горожанами. Принять участие в обсуждении может каждый. В период с 16 по 23 ноября на официальном сайте администрации города проводится анкетирование. Высказать свое мнение можно, зайдя на баннер «Твой город – твое решение», либо воспользовавшись ссылками в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Поступившие предложения, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены на общественное обсуждение, которое пройдет уже в очном формате. Наша задача с вами – собрать эти идеи, правильный отчет подготовить, и потом всем участникам, всем жителям города Шумерли показать, что ни одно мнение не потеряно, и даже самое смелое предложение, оно учтено. Но выбирать мы будем уже, исходя из количественного состава населения, то есть сколько людей проголосовало за какую-то территорию, какие аргументы были. Все деньги, которые пойдут при случае победы в конкурсе, идут на благоустройство той выбранной территории. Никаких капитальных строительств не предусматривается. На разработку проектной документации в городском бюджете предусмотрен 1 миллион рублей. В случае победы город получит субсидию в размере 70 миллионов рублей.